Вы знаете, форум набирает силы, и об этом говорит, конечно, то представительство, которое мы сегодня видим. Больше десятка тысяч представителей разных стран, а это 154 страны мира, представители которых собрались на этой площадке. И, конечно, это люди, которые обсуждают самые разнообразные вопросы сегодня развития мирового сообщества. И, конечно, с этой точки зрения, мне кажется, отличие этого форума от тех форумов, которые прошли ранее. Первое, это, конечно, без сомнения, вопросы, связанные с формированием антикризисных мер. И то, что на эту площадку вынесен впервые антикризисный мировой план, и он подготовлен не просто какой-то узкой группой, а благодаря площадке G-Global, на которую мог выйти любой представитель сообщества и бизнеса и так дальше. Второй аспект, на мой взгляд, очень важный, заключается в том, что мы в этом году еще один документ обсудили. Он имеет значение к тому, о чем сказал 20 лет на площадке Московского госуниверситета господин Назарбаев. Говоря о евразийском векте развития, и на этой площадке здесь впервые был обсужден проект концепции евразийской безопасности. Документ, который получил развитие после создания Университетской лиги страну ДКБ. Ну и третий аспект, на мой взгляд, очень важный, он заключается в том, что Астана обсуждает вопрос проведения Экспо-2017. Ровно год назад, когда мы боролись за площадку, я представляю город Екатеринбург, за площадку Экспо-2020, мы заключили ряд соглашений, которые уже связаны с проведением Экспо-2020. Ну, в том числе, например, подписание соглашений с рестораторами между Россией и Казахстаном, это уже формирование сервиса услуг. Ну и последний аспект, мне кажется, важный, это проведение третьего Всемирного экономического форума молодежи, где молодежь обсуждала самые разнообразные вопросы. Площадка виртуальная G-Global, надо сказать, что она чрезвычайно интересна. Я думаю, что благодаря этой площадке будет сформирован диалог не только между цивилизациями, но и диалог между поколениями. Я думаю, что это то, что сегодня не хватает для такого мощного развития мирового сообщества.